Привет-привет! Юречка Вошинка, Москва буги-уги, абонентский ящик. Москва буги-буги в Туле. Мы сегодня говорили о нашей версии о том, как танцевать слоу, медленные темпы, и чем они отличаются, стилизованный способ танцевания слоу-темпа от обычного, привычного нам степ. Степ, три, полстеп, пульсации снаружи. Мы берем пульсацию, которая в музыке, и засовываем ее внутрь, как будто бы дышим слегка животом. На этом принципе грудная клетка чуть-чуть ходит. Вверх есть. И мы делаем пульс не снаружи, не отталкиваясь от пола, а как бы внутри самого тела. И именно на этой штуковине танцуем. Именно за счет этого. То есть, посмотрите, когда я делаю бейсик, степ, степ, три, полстеп, три, полстеп. Я немножко делаю такую вещь. Степ, степ, три, полстеп, три, полстеп. Пульс в стиле. И головой. Можно интерпретировать этот пульс, например, головой. Ну, это в порядке упражнения, скорее. Спортсмен. Гавкину, помнишь, спортсмен. А, ну да. Так вот. Что с ногами происходит? Поскольку мы засунули пульс внутрь, перестает вот такую вот делать штуку. Она нам больше не нужна. Эта энергия теперь идет в выкат. Обратите внимание. Главное даже не прокат, о котором нам все говорят, а выкат. Свободная нога выкатывается в колено через сильный палец, начиная с сильного пальца. И получается, что освободившаяся энергия идет в колено. Степ, степ, три, полстеп, три, полстеп. А тело как бы плавает на всем этом деле. И ноги работают независимо и очень сильно. Да, попробуем. Хоп, хоп. Ти, ца, ца. Ти, ца, ца. Па, ца, ца. Ти, ца. Я могу добавить какой-нибудь стиль в плече, в голове, в зависимости от того, что происходит в музыке. Следующая штуковина, о которой мы поговорили, мы делаем слов все настолько медленно, насколько возможно. Растягиваем удовольствие от точки до точки, если мы эту точку запланировали сделать, партнеры. Например, сэнд-аут обычный. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. Я стремлюсь, чтобы все шесть щитов мы постоянно растягивались, растягивались больше, больше, больше. И это очень интересно с той точки зрения, что если я хочу ее запустить туда, и, допустим, с ней вместе пройти, какую-то штуку я вот эту сделаю, она будет линейтенеть назад, и я просто ее использую. Вот, это еще одно интересное время использования мерцей. То же самое на обратном ходу. И раз, два. Максимально растягиваю это перемещение от раза до раза. Пять и шесть. И раз, и два, три, четыре, пять и шесть. Видите? Ничего не поменялось в ее перемещении. Она не наступая большими шагами. Раз, два. Сейчас наступим большими шагами. Шесть, семь, восемь. И раз, два. Я не делал ей этого. По факту она должна начинать свое движение перемещение именно с той скоростью, с которой я начинаю двигаться. Вот, медленно. Потом я притормаживаю, и она как бы не во меня идет на свой рок-степ. И получается очень плавная, вязкая картина, которую мы хотим запустить. Да, схема. Попробовали мы сегодня применить все эти принципы. Так что, ну, правда, все может быть идет даже. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре, пять и шесть. Я налажал. Раз, два. Это вариация. Это вариация. Хорошо, сразу в другом ракурсе. Там будет вариант концовки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре, пять. И шесть, семь, восемь ветерок. И меня все сохранила, партнерша, никуда не уперлась на мой сзади. Поэтому я могу взять и продолжить дариться. Совершенно спокойно. Всем чумок. Спасибо. Спасибо.